Медицина Медицина делает вид, что лечит человека Медицина борется с симптомами, то есть с процессами вывода токсинов А бактерии и вирусы остаются не подконтрольны организму И тогда медицина их пытается уничтожить сама Но делает это грубо и поражает заодно и тех микробов, которые даже она сама считает полезными И отравляет органы дополнительными химикатами, которые нашему организму все сложнее распознать Когда мы, детьми, первый раз едим вареную пищу, в нашем теле образуется первая слизь Часть этой слизи осаждается на стенках пищеварительного тракта В то время как оставшаяся часть собирается в легких Слизь не может оставаться в легких надолго У легких есть механизм, похожий на перистальтику кишечника, избавляющий их от слизи И выводящий ее в носоглотку Этот механизм похож на миллион маленьких пальчиков на поверхности легких Которые, передвигаясь как конвейер, выводят из них слизь Слизь выходит из легких и попадает в нос И вы видите, что у вашего ребенка текут сопли Когда мы кормим ребенка слизеобразующими продуктами Тогда у него всегда будет течь из носа Так как тело старается избавиться от слизи С точки зрения природы этот процесс вполне нормален Вся лишняя слизь выводится из тела ребенка через нос И легкие остаются чистыми Но что мы делаем, когда видим, что у нашего ребенка сопли? Мы ведем его к врачу Врач прописывает капли в нос Мы чувствуем себя лучше, так как сделали для ребенка все, что могли На самом деле капли в нос не нужны У ребенка нет необходимости в этих каплях Капли токсичны Они настолько токсичны, что тело перестает выводить слизь из легких И концентрируется на том, как избавиться от токсинов, занесенных каплями Тело прекращает очистительный процесс Нос перестает течь и слизь идет обратно в легкие Мы смотрим на ребенка и говорим Да, эти капли помогли, мой ребенок выздоровел Мы не понимаем, что нос перестал течь Потому что тело сконцентрировало всю свою энергию На очистке от токсичных капель И что красный текущий нос не так страшен, как легкие, наполненные слизью И тело, ослабленное токсичными каплями для носа Довольно просто напугать нос кариесом Или заставить влюбиться в шампунь Тут годится красивая видимость науки Труднее продать дорогие лекарства Приходится создавать научную отрасль Но это хорошо откупается Фактически, медицина есть зло и ложь Так как результаты ее деятельности Прямо противоположны объективному здоровью человека Медицина нужна только обществу, зараженному кулинарией Блюдоманией Никогда медицина не признает голодание и сыроедение Будет придумывать все новые доказательства невозможности Оных для человека и с упорством Игнорировать факты и здравый смысл Вот еще одно доказательство пагубности медицины От профессора Жданова В 150 лет в институтах преподается ложная теория строения глаза Гласящая, что вокруг хрусталика есть некая мышца И все окулисты мира вместо того, чтобы советовать тренировать глаза Прописывают диоптрии, тем самым только ухудшая зрение человека И поддерживая отрасль по производству очков и линз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова